То, что мы предлагаем с Виктором Ивановичем Смирновым относится к протонной флеш-терапии. Протонной флеш-терапии. Пучок вправо-влево и вверх-вниз можно двигать с помощью специальных корректоров, магнитов или электростатических дефлекторов. А вот изменять область энерговыделения по длине пучка надо таким простым способом, как уменьшить изменение энергии пучка. Циклотроны это ускорители сфиксированной энергии, в отличие от других ускорителей, где может быть это не нужно. И тогда надо на пути пучка ставить определенные поглотители. Раньше это делалось так, снималось ускорение, шел человек, ставил определенные пластинки, а потом пропускали пучок и уже была другая энергия, энерговыделение было в другой области. Но для флеш-терапии это не очень подходит, потому что все, весь процесс облучения занимает 0,1 секунды. И даже вот такие механические способы как-то убирать с помощью моторчиков каких-нибудь от пластины на пути пучка, они, во-первых, медленные достаточно, они очень годятся для флеш-терапии. Потом это ступенчатый процесс. Вы поставили пластину, энергия изменилась. Задача состояла в том, чтобы быстро изменять энергию пучка и плавно. Мы пошли другим путем. Мы не на пути пучка поставили поглотитель, мы использовали поглотитель кленовидного типа и отклоняли пучок на нужное расстояние от оси. Тогда с помощью специальных магнитов пучок отклоняется, пропускается там, где надо, а потом опять мы его возвращаем на ось. При этом мы решили попутно довольно сложную задачу. Мы сумели сформировать в магнитах, это довольно большая индуктивность, потому что намотан провод на металл не синусоидальное напряжение, а напряжение пилообразной формы. Так, чтобы в точках поворота, когда меняется направление тока, пучок проводил столько же времени, сколько и при пересечении оси. И тогда тем самым мы добились и быстрого изменения энергии пучка, так как надо, что подходит для флеш-терапии, и плавного и точного. Вот в этом состоит суть изобретений.